А сейчас перед нами классический представитель рода Хеликсов. Правда, я не специалист и, к сожалению, не могу сказать конкретный вид. Сама предполагаю, что это, наверное, Лукорум, потому что ракранка достаточно крупная, а именно Хеликс Лукорум – это самая крупная улитка в Крыму. В частности, средний Хелицид. Ракранка у него достигает максимального размера где-то 5 на 6 сантиметров. Здесь, конечно, таких гигантов не водится, но 4,5 и, возможно, 5 сантиметров я уже видела. То есть не замеряла так на глаз, но очень приблизительно. Очень близко к этим размерам есть. Живут они помимо Крыма в Восточном и Средиземноморье, даже чуть южнее, иран, ирак, и Балкан, и Турция, и у нас северняя Крыма, это южная Украина, и говорят, что есть популяция чихулиток даже в Белоруссии. Насчет последних фактов я не знаю, правда это или нет. Улитки эти допочитают влажные места, поэтому конкретно эта популяция хорошего себя чувствует у нас в Балке, где скапливается лава, и даже в сухое лето, во время засухи, у него остается достаточно воды, чтобы как-то поддерживать ее жизнедеятельность. Они гермафродиты, как и многие моллюски, поэтому, в принципе, могут разношаться самооповодовлетворением и обходиться без партнера. Но в дикой природе, когда все в порядке, то в этот весенний период, особенно у них как раз происходит спаривание, во время которого они обмениваются генным материалом для получения более биоразнообразного и здорового потомства. Вообще, эти улитки съедобны, поэтому, если вы сторонник французской кухни или просто любитель экзотики, то можете попробовать. Я не пробовала, потому что мне как минимум просто жалко этих животных, что каковы они на вкус, я не знаю. Слышала, что уже появляются в Крыму специальные улетячие фермы, где разводят животных, а некоторых, в частности, про лукорумов, я знаю, что их не разводят, их просто собирают в дикой природе, тоннами буквально, что, мягко говоря, огорчает. Собирают и продают где-то местным ресторанам, где-то вывозят за границу. Ситуация не очень хорошая, но изменить что-то, наверное, сложно. Но вот этой вот популяции палки ей очень повезло, потому что она живет в проделах города, здесь не везде особо чисто экология, ну, как в любом городе, так себе. Поэтому здесь собирать, естественно, брезгуют. на счастье этих улиток. Помимо кулинарии, их еще используют в качестве домашних питомцев. Они вполне способны заменить тех же самых охоти, если у кого-то нет возможности их где-то достать, купить. Пожалуйста, спустились в балку. Взяли парочку подружек. И вот вам два питомца, достаточно неприхотливые, спокойные. Живут несколько лет. Говорят, что в домашних условиях при надлежащем содержании могут прожить даже несколько десятилетий, двадцать, даже вроде как тридцать лет. Последний вариант, конечно, я не знаю, но в лет десять-пятнадцать она у вас вполне может прожить. И общаться с ними вообще само по себе приятно. Такие спокойные, неторопливые, но при этом любопытные. Мне нравится.